Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вчера, 8 марта 2019 года, на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, который проходит в Астане, прошел четвертый тур. И одним из самых захватывающих матчей этого тура была встреча сборной России и сборной Индии. Конечно, индийские шахматистки это не Китай, Грузия или Украина, но тоже очень сильные и опасные соперницы, что и подтвердило течение этого матча. На первой доске лидер российской команды Екатерина Лагно играла против международного мастера Еши Караваде. Партия получилась очень интересная, захватывающая, и в концовке этого важнейшего поединка случилось настоящее шахматное чудо, которое кардинальным образом повлияло на течение этого матча. Итак, Екатерина Лагно играла белыми и пошла Е4, ну а соперница ответила с ицелянской защитой. Конь Ф3, Д6, и в этой ситуации Екатерина Лагно играет слон Б5. Следует отметить, что главный тренер российской сборной Сергей Рублевский очень часто белыми играл московский вариант против с ицелянской защиты, и может быть с его подачи Екатерина Лагно разыграла этот довольно интересный вариант. В этой ситуации черные могут закрыться от шаха слоном или конем с поля Д7, но индийская шахматистка играет конь С6. Белые делают рокировку. Идея состоит в том, чтобы на ход конь Ф6 с нападением на пешку выйти Лагёй на поле Е1, и дальше готовить продвижение в центре С3 и Д4. Слон Д7 играет черные, перекрывая диагональ А4, Е8. Белые играют Лагея Е1 и далее А6. Белые не тратят время на отход слона, а размениваются на С6 и бьют по центру ходом Д4. Забрали, конь бьет Д4 и ладья С8. Как это часто бывает в основных вариантах открытой с ицелянки, черные ищут контрыгру по линии С. Белые же делают ход слон Ж5. Довольно редкий ход, но в то же время в одной из партий того же Рублевского он был сделан. Ферзь А5, играют черные, нападая на слона, и вот здесь сам Сергей Рублевский отходил слоном на А4, а здесь Екатерина Лагно делает такой провокационный ход, как слон Ф4, уходя от нападения ферзя. Понятно, что в этой ситуации белые провоцируют черных на продвижение Е7-Е5. В этом случае выигрыша фигуры не будет, так как белые разменяются на С6, что и случилось в партии. Но стоит отметить, что в этой ситуации черным совершенно незачем играть вот так резко в центре, а можно ограничиться простым Е6, с тем, чтобы развить слона на Е7, коня на Ф6 и сделать короткую рокировку. Но индийская шахматистка сыграла резко Е5, и после взятия на С6 встала перед выбором. Взять на С6 пешкой или ладьей. По виду кажется, что лучше забрать коня пешкой, но после БЦ следует слон Д2, и после ферзь С7, коня А3, пешечная структура черных на ферзьевом фланге и в центре достаточно рыхловатая. А белые играют конь С4 и в дальнейшем тревожат черные пешки, поэтому у белых тут стабильный перевес. И индийская шахматистка решила сыграть иначе. Она пошла ладья в С6. Да, получается отсталая пешка по полуоткрытой вертикали Д, но в то же время у черных контрагра по вертикали С. Слон Д2 сыграли белые, уходя из-под боя пешки, ферзь Д8 и далее Б3. Игра белых очень проста. Поставить пешку на С4, фиксируя слабость на Д6, коня дальше на С3 и оккупировать поле Д5. Так и произошло. Аш6 играют черные, видимо для того, чтобы не дать слону вернуться на поле Ж5. С4 играют белые, поле на Д5 удобная стоянка для белой фигуры. Конь Ф6 и конь С3. Слон пошел на Е7. В получившейся пешечной структуре на ферзьевом фланге контрагра черных связана прежде всего с подрывом Б7-Б5. Конечно, после подготовки. Поэтому Екатерина Лагно сразу пресекает эту возможность, поставив на А4 свою пешку. В этой позиции у белых серьезнейший перевес, потому что они владеют важным центральным полем Д5. Пешка на Д6 слаба. В то же время слон на Е7 плох. Поэтому основной план черных прежде всего разменять чернопольных слонов, ну и дальше получить контр-игру, переведя коня на поле Е6. Так и делает индийская шахматистка. После рокировки белые играют слон Е3 и далее конь Аш7. После ладья А2 следует слон Ж5. Размен чернопольных слонов неизбежен. Правда, он случился не сразу. Ладья Д2 сыграли белые. Очень хороший перевод по второй линии ладьи в центр. И дальше король Аш8. Понятно, что при коне на Д5 будет угрожать какой-то шаг на поле Е7. И дальнейшее течение партии подтверждает, что ход король Аш8 оказался очень полезным. Белые же играют Ж3. Это форточка и подготовка хода Ф2-Ф4. Поэтому черным уже нужно меняться. Взяли, забрали ладьей. Теперь и вторая ладья может стать на поле Д3. Получается знаменитая батарея Олехина. Конечно, четвертый чемпион мира показал нам, как нужно атаковать слабости, имея три тяжелые фигуры. Сзади располагает ферзя, а спереди ладьи. Конь Ж5. Играют черные. И далее следует ладья Е3. Вот она батарея Олехина в действии. Конечно, изучать наследие классиков нужно. Современные шахматистки дружат с подобного рода стратегическими приемами. Ферзя 5. Играют черные, контратакуя коня, не давая забрать пешку на Д6 и освобождая поле для своей ладьи. Аж 4. Играют белые. И конь стал на поле Е6. Посмотрите. Черные потихонечку начинают уравнивать положение. Потому что у черного коня есть отличное поле на Д4. В противовес полю Д5 для белого коня. К тому же поле Ц5 тоже очень привлекательно для коня черных. Так как став на него, он будет нападать на ладью Д3. Белые же играют король Ж2, усиливая позицию своего короля. И черные ставят на Д8 свою ладью. Конь Д5. Играют белые. И в этой позиции черные спешат с контргрой на ферзьевом фланге. И играют Б7, Б5. Но все же индийской шахматистке здесь стоило продолжить стоять на месте. Не спешить с активными действиями. А пойти, например, ладья Д7. Лишний раз прикрывая поле Е7. Но она сыграла Б5. И дала отличный шанс Екатерине Лагно получить решающее преимущество. В этой ситуации белым нужно было найти такой скрытый ресурс, как ладья А2. Это очень интересный ход. Кажется, что белые не создают никакой угрозы. Потому что ладья на А2 не защищена. И бить на Б5 пешкой А нельзя. Но на самом деле угроза есть. И очень серьезная. Если забрать БЦ, то после Б4 неожиданно оказывается, что черный ферзь просто пойман. Ладья на Д8 отняла очень важное поле. Ну а конь на Д5 контролирует важнейшие поля Б6 и С7. Ну а ладья, понятно, защитила пешку на А4. Ну а если черным сыграть Б4, попытавшись оставить ладью А2 неудел. То белые тогда играют конь Е7, пользуясь незащищенностью этого поля. И на ладья Ц7, ладья Д5, прогоняя ферзя с поля А5. А потом конь Ф5. Вот такой перевод коня с поля Д5 на Ф5 через поле Е7. Дает возможность белым забрать пешку Д6 и выиграть эту партию. Но Екатерина Лагно прошла мимо этого замечательного ресурса. И просто побила на Б5, вскрыв линию, для того, чтобы в дальнейшем ее попытаться использовать. АБ сыграли черные, Б4 на Павна Ферзя и Ферзь А6. В этой ситуации снова хоть конь Д7 был лучшим. Идет нападение на ладью. Если пойти ладья Б6, то выигрывает Ц5. Здесь у нас и вилка, и связка по вертикали Д. В общем, белые побеждают. Ну а если пойти конь Д4, это лучший ресурс для черных, то белые временно жертвуют качество. Дальше забирают на Б5, бьют на Ц6, а потом и на Д4. В итоге у белых образовалась лишняя пешка в тяжелофигурном окончании. Конечно, такого рода позиция для Екатерины Лагно была бы очень приятна. Но российская шахматистка сыграла иначе. Она просто забрала на Б5, тем самым начав череду неточностей, которые в итоге привели белых к очень большим проблемам. Черные забрали на П5. И вот в этой ситуации было бы весьма логично поставить одну из ладей на линию А. Например, сыграть ладья А2 и перевес белых никуда не делся. Хотя серьезно уменьшился. Белых же здесь потянуло на королевский фланг. Екатерина Лагно сыграла Ф5, нападая на пешку Ф7. Черные пошли ладья Ф8. Белые еще раз напали на эту пешку. Следует ладья Ц1. Контругрозы черных тоже весьма существенны. Сейчас угрожает мат в два хода и белым нужно быть на чеку. В этой ситуации взятие на Ф7 было возможно, но приводило к головолобному варианту, который заканчивался равным ладейным Эйшпилем. Посмотрите, очень красивая последовательность ходов, которую обнаружил, конечно же, компьютер. Ферзь Ф1. На ход короля Ф3 следует шаг на Аш1. Король Ж4. Кажется, вот-вот белому королю будет объявлен мат. Но нет, Ферзь Е4 шаг и Ф4. Черные забирают на Ф7. Происходит размен ЕФ. И здесь белым в пору подумать о ничьей. Ферзь Е8. Король Х7. Кажется, атака белых зашла в тупик. Ну, а черные сейчас доберутся до белого монарха. Но нет, следует красивая жертва коня. Конь Ф6. Это вилка, заставляющая забрать эту фигуру. Ферзь Е7. Играют белые. Понятно, что если отойти королем на Аш8, то следует Ферзь Е8. Дальше король Ж7. Ферзь Е7. И снова на восьмую линию получается вечный шаг. Ну, а если, конечно, черные хотят закончить партию своим поражением, то сыграют король Ж6. И после Аш5 получат пикантный мат пешкой. Но в этой ситуации есть еще такой ход, как конь Ж7. Интересная временная жертва ферзя. Но после взятия с шагом следует ответный шаг с пешечной вилкой. И после взятия на Ф5 следует размен. ФЖ. И получается обещанное равное ладейное окончание. Но Екатерина Лагно не рискнула пойти на этот вариант. Тем более, что он не давал ей победы. А имея перевес в классе и в рейтинге, она, конечно, до партии хотела во что бы то не стала победить. И пошла ладя ФД3, перекрывая диагональ Ф1А6. Индийская шахматистка сыграла ферзь С4, напав на пешку Е4. Белые понимают, что один в поле не воин, ферзю теперь никто не помогает. И ферзь Е2. Конь Д4. Черные активизировались и нападают на ферзя. И вот тут запахло жареным. Оказывается, что сейчас белые просто должны отдавать качество. Если сыграть ладья Б4, то ферзь Е2. И после взятия ЕД, ладья Д2, ладья А8 взяли ладья А2. Ну и эта позиция для белых очень тяжелая. Ясно, пешка Б не пройдет в ферзи. Пешка на Ф2 нуждается в защите. Конь на Д5 стоит красиво, но пока что ничем не занимается. Ладья на Д4 тоже находится в центре, но выполняет чисто защитные функции. В общем, предстояла тяжелая борьба за ничью. Екатерина Лагном никак не могла смириться с таким сценарием развития событий. И пошла ферзь Е3. Ну а черные коня на С2 поставили, напав на ферзя. Оказывается, что отойдя ферзем на Е2, белые позволяли черным все-таки выиграть качество после вилки конь Е1. После короля Х3 следует взятие на Д3. Белые бьют ферзем. Происходит размен. Ладья Ц4. Это вариант из партии. Ф3 и далее Ф5. Очевидно, что как только в бой войдет еще одна черная ладья, белым станет очень не сладко. По сути, эта позиция для белых уже безнадежна. Поэтому Екатерина Лагно сразу забрала на С2, видя, что качество так или иначе давать нужно. И после взятия на С2 все-таки сыграла ферзя Ф3. Оказавшись даже в такой очень плохой позиции, российская шахматистка продолжает создавать какие-то угрозы на королевском фланге. Но тут понятно, что эти угрозы очень и очень слабые. Потому что у черных есть свой объект атаки. Это белый король. А черный король, кажется, сейчас находится в полной безопасности. Ладья Ц1 сыграли черные, возвращаясь к атаке по первой линии. Конь Е7. Этот маневр, который несколькими ходами ранее вел к большому, даже решающему преимуществу белых, сейчас ведет к осложнению борьбы. Пешка на Д6 под ударом белой ладьи. Ну а черные игнорируют это обстоятельство и играют ладья А8. Белые забирают на Д6. Черные играют Ф1. И после КНХ2 создалась критическая позиция этого очень важного поединка. Здесь черные могли отвести ладью на А8, сохраняя преимущество своей позиции. Можно было просто разменять Ферзей, то есть сыграть сначала Ферзь Ж1, потом Ферзь Х1. Забрали король Ж4, ладья Ф1. Вопрос, конечно, большой, смогут ли черные здесь выиграть, но не проиграют уж точно. Но здесь индийскую шахматистку покинуло элементарное чувство опасности. Ей казалось, что королю черных ничего не грозит, и она смело пошла ладья Ц2. Видимо, думала, что заканчивает партию, так как угроза пешки Ф2 очень и очень серьезна, практически неотвратима. Но Екатерина Лагно стала действовать по принципу «лучшая защита – это нападение». И осуществила давно задуманный комбинационный удар «ладья бьет А6». Конечно, после такого хода есть только два варианта развития событий. Либо белые форсировано ставят мат, либо черные отбиваются и реализуют свой материальный перевес. К счастью, российской сборной дальнейшие события развивались по первому варианту. А конкретнее здесь индийская шахматистка, рассчитав форсированный вариант, просто сдалась. Дело в том, что здесь нужно брать ладью. Ну а после шаха Ф6 только отход королем. Далее Ф7 и после короля х8 мат ставит белый конь. Вот такая уникальная партия, настоящее шахматное чудо. Очень символично, что все это произошло 8 марта, в международный женский день, который стал счастливым для российской команды. Нужно отметить, что эта партия закончилась первой из четырех партий матча России против Индии. И очень сильно повлияла на исход этого трудного противостояния. В итоге российские шахматистки на оставшихся трех досках просто разнесли индийскую сборную, одержав окончательную победу со счетом 3,5 на пол очка. Вот такая очень интересная партия, трудный матч. Надеюсь, что этот видеообзор вам понравился. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.